Доброго времени суток, дорогие друзья! У микрофона мана, мы продолжаем играть только одному. Приятного аппетита всем тукуши, да? Приятного просмотра. Надеюсь, в этой серии произойдет ноль затупов, потому что предыдущей серии я назвал сковородку техникой или же мебелью, да? А это просто пиздец, надеюсь, в этой серии такого не произойдет. Чем можно удивить работодателя? Сделать, например, свою работу, честно, да? Чем можно удивить работодателя? Не прийти, да? Не прийти. Нет, ну хуйня. Удивить, удивить, удивить. Ну, давайте сделать работу свою. А сделать работу? Ну да, логично. Впрочем, у меня играет Александр, 14 уровня. У меня плохие воспоминания предыдущей серии, когда... План. Когда меня очпокнула Кристина, по-моему, 17 уровня. Раза три подряд. Так, план работодателя. Заболеть. Я не знаю... Чем можно удивить работодателя? Ну, можно, например, если ты на стройке работаешь, кирпичом ему в ебалке. Ты его нехило так удивишь. Ну, вообще, нормой. Ну да, какой-то вопрос говно. Чем можно удивить работодателя? Я пока не знаю, нет вариантов. Зарплатой? Зарплатой можно удивить работодателя? Что, блядь? Знания сила. Знаниями. Я сейчас чисто по розлу, честно говоря, написал. Ну, раз знаниями, так знаниями, блядь. Окей, умом. Способностями. Ну, это то же самое, блядь. Резюме. Пунктуальностью. Опытом. А, стоп, а чел не писал резюме? Мне показалось, Александр писал резюме же, нет? Ну, и хер бы с ним, да? Я выиграл в первой части, это уже хорошо. Что можно послать человеку? Ну, письмо можно послать человеку. Письмо, открытку какую-нибудь. СМС, куда? Вот это говно всякое. Так. Сообщение, да. Ну, открытку. Нет, открытку нельзя послать. Посылку. Деньги можно послать человеку, блин, я не знаю. А, что? Это скорее Рафлова, и ответ был то же самое, что со знаниями, блядь. Ну, раз деньги, так деньги. Ну, а кто ж от денег откажет, это правильно? Подарок можно послать, по факту. Подарок. Резюме. Резюме. Нет, подарок. Не, Александр чисто Рафловый мужик какой-то, я понимаю. Я его прекрасно понимаю, у меня тоже идей немного. Бандероль. Воздушный поцелуй, блядь. Я не знаю. Нет вариантов. Что? Это просто, блядь, поцелуй послать, серьезно? Это есть? Вот этот вариант ответа есть? Просто какое-то говно, блядь. Ну, ладно. Привет. Я думал материальным, честно говоря. Ну, раз уж привет можно послать, тогда ладно. И я, я сейчас очень хорошо смотрюсь. Мне просто можно не отвечать на этот вопрос. И Челик должен будет угадать шестой вариант, чтобы сыграть в ничью. То есть супер жестко должен сыграть. Что колхозник нашел в земле? Так. Давайте ответим, чтобы интересно было. Нет. Ну, я попытался, да? Я попытался угадать какой-нибудь там последний вариант, но возможно таких вариантов ответа просто нет в этой игре. Урожай. А урожая варианта ответа вообще в принципе нет, говно. Это слишком обобщенно, наверное, он сказал, да? Навоз самый последний вариант? Что, блядь? Навоз самый последний вариант? Он, блядь, везде нахуй есть на колхозных землях. Почему это самый последний вариант? Блядь, удивительно, но первую, первую катку в серии я не соснул. Я даже неплохо отыграл. Что ж, давайте следующую. Соперник найден, я готов начать. Так. Да, соперники, слава богу, не повторяются, потому что против Александра не хочется играть дважды. Хочется играть все-таки с новыми людьми. Что может быть круглым? Мяч. Я хотел пошутить про то, что круглой может быть Анюта, да? Но потом это не решился все-таки. У нее все-таки 21 уровень, да? Она меня за такие шутки убьет. Круг, шар. Ну, круглой может быть круг. Мне тоже нравится такой вариант ответа. Сфера. Круглая. Окружность круглая. Сфера. Окружность сейчас наберем. Колесо, на самом деле, тоже круглое. Очень странно, что этого варианта ответа нет. Это она хорошо сказала? Шина кольцо. Окруженность. Так. Ну, арбуз, наверное, какой-нибудь. Я не знаю. Яблоко. Обруч. Ну, обру... Она все называет, и это все круглое. Но этих вариантов просто нет. Стол. То есть, колесо не круглое, блядь. А стол круглый, обязательно. Окей. Арбуз, кстати, был. Приколдас. Я бы арбуз написал следующий. Что делают из стекла? А можно сразу вопрос подавать? Я все-таки не аутист. А... Из стекла. Из стекла, из стекла. Я знаю, из чего делают стекло, блядь. Окна. Стекло делают из песка. А что из стекла делают? Лампочки. Окна. Торшер. Люстра. Лампочки. Блядь, ламп... Там стекло. Вот стекло. У меня лампочка. Вот она. Она стеклянная, блядь. Посуду. Да, посуду тоже делают из стекла. А... Ну, памятники делают из стекла некоторые. Нет, не памятники, блядь. Игрушки. Нет, у меня нет вариантов. Я не могу выиграть. Этот раунд я не могу выиграть. Мне не стоит давать ей больше очков. Зеркало, стекло для очков, аквариум. Пиздец. Ну, окей. Мне нужно вторым бы отвечать на следующий вопрос. Чтобы хотя бы подумать. Отлично. Чем может... Угостить... Лесник? Ну, человечный, да? Может угостить лесник. Чем он еще может угостить? Ягодами, клинтисанами. Шиш... Она написала шишкой и чаем? Ну, блядь. Ну, ягоды, это очевидно. Я не знаю, чем. Человечный. Человечный он может угостить. Я не знаю. А что? Чем может угостить лесник? Грибами, ягодами? Да, супер логично. Мясом. Окей. Орехами, медом. Медом, да, блядь. Лесник медом угостит. Орехами, ладно. Орехами еще может угостить, конечно. Но медом, блядь. Медом, сука. Очень интересный лесник. Что ж, да. Анюта меня изнасиловала. Но не даром у нее 21 уровень. Она все-таки опытная женщина. Ей все-таки не стыдно проигрывать. Ебаный стыдно. Лакомство 29 уровень. Меня сейчас изнасилует вот этот кекс замечательный. Что есть в оазисе? Вода есть в оазисе. Пальма. Определенно есть. Ну, песок есть. Это все-таки... Пустынное явление, да? Там в округе так немало песка. Трава, наверное, есть. Если... Ну, блядь, пес... Ну, ладно, трава. Мэйби, там есть какие-нибудь кусты. Я сейчас пытаюсь представить себе оазис. Трава там должна вроде как быть. Трава давайте напишем. Да, трава. Соперник скипает. Надо попытаться что-нибудь угадать из низа. Правда, я вряд... Труп, может быть, там есть в оазисе. Нет, трупа нет в оазисе. Ну, а кто ж знает это ж? Все возможно. Тень. В оазисе. Ну, человек какой-нибудь. Я не знаю. Что может еще быть в оазисе? Люди-мираж. Да, мы разделились по две ошибки у нас у каждого, и сто очков никому не начисляются. Блин, лакомство нормально так вытащило в конце. Чисто тень-мираж. Ну, в принципе, да, правильный ответ. Я об этом не подумал, конечно. Кто пользуется фонарем? Ну, какой-нибудь шахтер. Сторож. Сторож. Охранник. Ну, это сторож, блядь. По советам кланада я напишу электрик. Потому что там челик ночью залазил на ссаные столбы их чинить. И ему понадобился фонарик. Вор. Блядь, хороший вариант. Ну, типа, вор, фонарик. Ну, хотя, да, да, фонариком. Таким маленьким карманом, чтоб сильно не светил. Фонарик. Ну, доктор там, я не знаю, может, подсветит все там. Ну, это не фонарик, конечно, но, блядь. Я не знаю просто. Турист. Пиздец. Ну, это челик чисто 30 уровень. Что я сделаю? Мне кажется, он этот вопрос просто наизусть знает. Турист, блядь, турист. Турист пользуется фонарем. Нету пути. Я не знаю. Сантехник. Пиздец, она чисто все ответы нахуячила, блядь. Лакомство, блядь. Или оно, наверное, оно все-таки. Это лакомство. Меня изнасиловал кекс? Пиздец. Известное крылатое выражение из фильма Бриллиантовая рука. Ах, блядь. А какие там вообще есть выражения в этом фильме? Я не особо фанат. А я не знаю. Я просто не знаю. Нет вариантов. Я ни одного крылатого выражения из этого фильма не знаю. Потому что я этот фильм, если и смотрел, то... Очень мельком. И то я его не смотрел. Руса Туриста. Она насилует всех, наверное, в этой игре. У этого лакомства 29 уровень. Семен Семенович, это отсылка на мое прохождение бесконечного лета, да? Я опять обосрался. Меня опять налегке выиграли все, кому не лень. Ну, а я и не удивлен. Если вам понравилась эта серия, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Задонайте мне, чтобы я купил побольше монет, чтобы серии были по длине. Потому что я не могу. Не могу я на 20 монет пилить ролики длиной в 30 минут. Что ж. Здоровья вам, удачи вам. Здоровья вашим близким также. И удачи тоже вашим близким. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Прожимайте колокольчик. Сайонаро.